Друг с другом. Последние герои знаменитой телеэпопеи Первого канала. Итак, в путь! Непутевые заметки или прогулки в Панаме по Панаме. На самом деле Панама по-индейски означает изобилие. Если вы любите исторические подробности, то вам, любознательные вы мои, спешу сообщить, что прежнее название этой страны было Дариен по имени одного из индейских вождей. Первый город здесь основал испанский конкистадор Родриго Бастидос. Это был первый город на американском континенте, на берегу Атлантики. А затем, в 1513 году, углубившись в материк, его коллега по разбою, Франсиско Бальбоа, тоже поданное испанской королеве, открыл Тихоокеанское побережье, где и построил город Панаму. Население города было весьма состоятельным, поскольку сюда свозилось все золото, отвоеванное у инков из Перу. Отсюда оно переправлялось с Портабелло, ныне отнесенное к сокровищам человечества и потому находящееся под охраной ЮНЕСКО. Так вот, Портабелло, незнаки вы мои, означает «прекрасная гавань». Так назвал эти места романтик Христофор Колумб в 1502 году. Но подлинную мировую известность Портабелло принес самый знаменитый из морских разбойников всех времен и народов, сэр Фрэнсис Дрейк. Однако вернемся в Панаму. В 1671 году другой знаменитый бандит, знакомый вам, пират Генри Морган, не сэр, напал на город и сжег его. Негодяй. Сейчас на развалинах произрастает огромное дерево, Панама, символ страны. Оно растет на камнях, имеет огромные стволы, крону. А рядом с этими развалинами хранятся останки тех, кто когда-то жил здесь, за 400 лет до нашей эры. Усопших расчленяли и хоронили в огромных кувшинах. Каждый кувшин служил усыпальницей для всей семьи. На детских скелетиках найдены колокольчики. Их надевали детям, чтобы они не терялись. Изучив останки 14-летнего мальчика, исследователи пришли к выводу, что он был отравлен. Зачем надо было в IV веке до нашей эры убивать пацана, ну, кто теперь знает. А этой даме было 40 лет. Вокруг черепа мужчин того же возраста. Она была вождем племени, любимым вождем. Поэтому ее возлюбленных тоже умертвили. Это было ритуальное убийство. Привлекает внимание прекрасно сохранившиеся зубы, несмотря на отсутствие мастер-дент и других мастеров лечения. Этим зубам 2,5 тысячи лет. А причина проста. Тогдашние жители питались богатой белками пищи, ракушками, креветками. И если вы тоже будете питаться дарами моря, то ваши зубы также прекрасно сохранятся в течение 2,5 тысяч лет. И кто-то также будет ими любоваться. После раскопок. Рядом с развалинами древнего города стоит памятник Самуэля Луису Гаминда, одному из первых президентов Панамы. А еще он был поэтом и писателем. И это видно по его одухотворенному лицу. Первые лица у нас в стране тоже всегда любили литературу и поэзию. Иосиф Бессарионович писал работы о языкознании. Юрий Владимирович философские стихи. Борис Николаевич проза о своей жизни, похожей на песню. Русскую, народную, застольную. Старый город пропах рыбой, морской солью и тем неповторимым ароматом, что пронизывает тулочки портовых городов Карибского бассейна. Мне он напомнил чем-то старую Гаванну. И несмотря на очевидную бедность, средний заработок в столице едва составляет 600-700 долларов в месяц, обитатели этих бедных кварталов внешне не унывают. Причем поразительный контраст. На соседней улице за углом дом президента. Эти старые кварталы считаются очень престижным районом столицы. Состоятельные люди покупают здесь полуразрушенные дома и реставрируют их. Такой перестроенный дом стоит 30 тысяч долларов. Любой иностранец может купить подобную недвижимость. А это дом панамского мэра Лужкова в Панаме. Наружная охрана всего из двух человек. Напротив – памятник Феликсу Дзержинскому. А теперь о достопримечательностях старого города или Каска-Вьеха. В 1997 году он объявлен ЮНЕСКО достоянием человечества. Собор святого Иосифа. В народе его попросту называют «золотой алтарь». У него своя занимательная история. Знакомый вам пират Генри Морган, тот, что не сэр, прослышал о том, что алтарь этого храма покрыт золотом, и решил его скоммуниздить. Однако хитрый священник, узнав о предстоящем визите, быстренько побелил алтарь и звездкой. И когда Генри Морган появился в соборе, падре на голубом глазу попросил у него денег на нужды нищего храма. «Папа, а где же золото?» – спросил отморозок у благочестивого. «То Господь с тобой, сын мой, какое такое золото? Знать не знаем, ведать не ведаем. Помоги, если можешь». «Ну, батяня, ну ты, я вижу, еще больше пират, чем я», – пошутил Морган, прокалывая священника шпагой. Но денег при этом дал на поминки, так и не узнав о драгоценном алтаре, вырезанном из красного дерева и покрытом золотом. Вот такая затейливая история связана с этим алтарем. Мы в историческом центре Панамы, в старом городе. Когда приедете в Панаму, обязательно сходите на обед или на ужин в ресторан «Баведас». Он располагается в бывшей тюрьме. Здесь сидели самые жестокие убийцы. Так как тюрьма находилась на берегу залива, то во время прилива, прямо в ритму говорю, так вот во время прилива подлые тюремщики вынимали специальные пробки в полу камер, и поднимавшаяся вода затопляла камеры, и заключенные тонули. После чего жестокосердные стражники бросали их тела в море, где их съедали крабы. Тем, кто сейчас завтракает, приятного аппетита. Кстати, возможно, отсюда и пошло выражение «концы в воду». Рядом с домом Лужкова французская площадь. Здесь установлен мемориал в память первых строителей канала. В течение 20 лет они пытались построить канал. И несмотря на их колоссальный опыт, а позади у проектировщика был Суэцкий канал, они ничего не смогли поделать. Желтая лихорадка и малярия косила людей со страшной силой. 20 тысяч человек погибло в эту первую попытку. Это был ад. Строители ехали из Франции, везя с собой собственные гробы. Руководитель строительства Фердинанд де Лесепс вернулся во Францию, где умер в полной нищете и безвестности. В 1889 году компания обанкротилась и прекратила свое существование. Прошли годы. Все та же Панама. В 1904 году она подписала договор с Америкой, по которому все права на строительство канала перешли к Янке. Канал был построен в самом узком месте между Тихим и Атлантическим океаном. Военный врач, ну если вам это так важно, то запишите его фамилию, Уильям Кроуфорд Горгас, в течение двух лет справился с желтухой и взял под контроль малярию. Десять лет гринго строили канал протяженностью 82,5 километра. С каналом связывали не только экономический подъем, но полагали, что он станет серьезным вкладом в дело взаимопонимания между народами. По злой иронии судьбы, его открытие совпало с началом одной из самых страшных войн в истории человечества. В тот торжественный для Панамы и Америки день прозвучал роковой выстрел в Сараево, и началась Первая мировая война. Американцы заплатили 40 миллионов за концессию на строительство. Сам проект им обошелся в 387 миллионов долларов. За все годы его существования они вложили еще 3 миллиарда. Две трети были возмещены. За это время через канал прошло 700 тысяч судов. Кстати, каждый вот такой паровозик из Ромашкова, локомотив, тянущий судно, стоит 2 миллиона зеленых. Их сделали по специальному заказу в Японии на фирме Митсубиси. Спустя почти 100 лет, в 1999 году, США передали канал со всеми причиндалами Панами. За проход канала суда, в зависимости от водоизмещения, платят от 40 до 250 тысяч долларов. Да-да, мадам, невероятно. А самая маленькая сумма была уплачена в 29 году, 36 центов. А самый дорогой проход оказался в 2001 году. Американский крейсер заплатил 300 тысяч долларов. Это шлюз Мерафлорес. Он поднимает и опускает корабли на 16 метров. Заполнение водой происходит за 8 минут. За то же самое время заполняется водой ванна. Нефтеналивной танкер, проход которого мы наблюдаем, заплатил 39 тысяч. Но это все равно выгодно. Иначе, чтобы обогнуть Южную Америку, они потратили бы 22 дня. Канал обслуживает 10 тысяч человек. В день канал выручает 1,5 миллиона долларов. В год 500 миллионов. Но что считать деньги в чужом кармане? Нам с вами, историкам, любопытно другое. О возможности построить канал через Центральную Америку упоминал еще в 1550 году португальский мореплаватель Антонио Гальвао. Но, к сожалению, испанское правительство не приняло его плана. А ведь за 450 лет это сколько бы набежало? 18 миллиардов. Чистой прибыли, заметьте. Итак, Панама-Сити. Тем, кто приедет сюда по моему совету, я порекомендовал бы провести здесь 2-3 ночи, не больше. Уникальность столицы Панамы в том, что едва ли не вплотную к этим небоскребам подступают знаменитые сельвы, тропические, подчас непроходимые леса. Поскольку Панама развивает в первую очередь экологический туризм, растительный и животный мир здесь фантастически богатый, поэтому многие отели рассчитаны на ботаников. То есть это апартаменты, где можно готовить еду. Но есть и традиционные четырех-пятизвеночные гостиницы, где постояльцы на всем готовом. Но какой-нибудь Мэриот, Хилтон или Шаратон, он и на Панаме Шаратон. А вот есть здесь необычные отели, которых имеет смысл провести хотя бы одну ночь. Например, вот в таком. Его хозяева переоборудовали бывшую военную станцию спутникового слежения в гостиницу на несколько номеров. Очень стильное получилось заведение. С верхней смотровой площадки можно любоваться проходящими судами по каналу и просто родными просторами. Кстати, вы знаете, чем отличается сельва от джунглей? Тем, что в ней нет высоких деревьев. Она часто заболочена. Несмотря на то, что было довольно жарко и влажно, и одежда не просыхала по несколько суток, тем не менее, я получал колоссальное удовольствие от всех этих красот. Тем более, что ночь ведь проводишь в хорошем, комфортабельном отеле. Возможность неспешного и подробного наблюдения за жизнью обитателей сельвы приводит к открытию в себе способности к философскому содержанию. Ну что, на сегодня, наверное, хватит. Если я вас утомил историческими экскурсами и ботаническими экскурсиями, то передохните неделю. А в следующее воскресенье мы продолжим изучение этих уникальных мест. И ни слова об истории. Будет сплошная ботаника. В следующей серии я познакомлю вас с обезьянами-ревунами. Нет-нет, это не они. Это наш гид-ботаник Ричард. Он их вызывает на свидание. И с обезьянами Теофрис Тамаринт. А может быть, Теофрис Тамаринт. Просторечие Тити. Вы, небось, и не слышали никогда о таких. А этот поганель живет здесь с ними на острове уже год. Один. Я покажу церковь Черного Иисуса, единственную в мире. И вы узнаете, отчего наш Спаситель стал негром. То есть, простите, афроамериканцем. А Дева Мария оказалась в наручниках. Мы побываем в национальном парке Дарьен, что на границе с Колумбией. И проживем сутки, а по моим ощущениям, так и полужизни, в племени индейцев Маге. А затем переедем в племя индейцев Куна. Это совсем иной мир с иными нравами и поведением. И, наконец, окажемся на острове Колонн, по соседству с которым на необитаемом островке живут симпатичные аборигены-каннибалы. Каждую неделю они сжирают одного из соплеменников. За жизнью этого племени, последних героев, день и ночь наблюдают ученые-исследователи этого тропического застеколя. Это вот их главный ученый, академик из России Сергей Пушнерев. А этот веселый толстяк – ваш ДК. Так что звоните, спрашивайте, вам ответят. Пока. Ваш Панамец – ДК. Автор благодарит руководство Департамента консульской службы Министерства иностранных дел России и лично Владимира Нечаева за оказанную помощь в организации поездки. Автор также благодарит консуэла Сибур за консультации и помощь в съемках. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Егорова Автор субтитров А.Егорова